Добрый день, друзья! Вот это месяц назад Путин выступает по теме спорта. Мы в постоянном контакте с международным олимпийским и паралимпийским комитетами, с профильными структурами ЮНЕСКО и Совета Европы, где наши эксперты задействованы в разработке новейших европейских программ и конвенций. Не менее активно сотрудничаем и с ВАДА. Требования, которые предъявляет к России эта организация, выполняются в полном объеме. У нас все прекрасно, полный контакт, все под контролем, не волнуйтесь, дорогие спортсмены. И вот прошел месяц. Россию окончательно решено отстранить от соревнований на 4 года. Для многих спортсменов это безвыходная ситуация. До следующих игр их активная спортивная жизнь будет просто уже позади. И Путин отвечает. Нет претензий к российскому олимпийскому национальному комитету. А если к нему нет претензий, то страна должна выступать под национальным флагом. Такова олимпийская хартия. Это говорит о том, что в данной части, во всяком случае, в данной части решение ВАДА противоречит олимпийской хартии. И мы имеем все основания подать в кассу, подать в суд. Есть и другие соображения, но нужно, чтобы все это проанализировали специалисты, юристы и со знанием дела разговаривали с нашими партнерами. Но что самое главное, на мой взгляд, и мне кажется, с этим все на самом деле соглашаются. Любое наказание, так повелось еще со времен римского права, должно быть индивидуально, исходить из того, что содеяно тем или иным лицом. Наказания не могут носить коллективного характера и распространяться на людей, которые к определенным нарушениям не имеют никакого отношения. И все это понимают. Я думаю, что и специалисты ВАДА это тоже понимают. Но если кто-то из них принимает подобные решения о коллективных наказаниях, то, мне кажется, есть все основания полагать, что в основе таких решений лежат не забота о чистоте мирового спорта, а соображение политического характера, ничего общего с интересной спорта и олимпийского движения не имеющие. Ну и как все это понимать? Почему месяц назад все было прекрасно? Неужели опять плохие чиновники врали самому президенту о том, что все хорошо, ведь их надо как-то наказать хотя бы? Или опять никто наказан не будет за такой катастрофический, повторяю, провал? Еще веселее идея использовать спортивный провал для усиления скрипоносности. Да, у нас проблемы в спорте, да, нас не допускают до соревнований, но ведь это не потому, что наши чиновники работать не умеют. А какая может быть работа, если еще месяц назад все было замечательно, если замечательно, значит оставь как есть. Это злой запад хочет нас унизить и уничтожить и растоптать, так сплотимся же рядом с великим лидером, который один знает, как правильно сопротивляться этому давлению и делает это успешно вот уже 20 лет. Только не подумайте, друзья, что я не знаю там про сестер Уильямс и про поколение спортсменов-осматиков, да и не думаю я, что заседание ВАДА и нормандский саммит случились в один день, что это все просто совпадение. Конечно, это все политика. Да, история про допинг это разводняк в планетарном масштабе. Ну так если все все знают, почему ничего не делается? Почему бы не устроить всем этим ВАДА публичную порку в международных судах? Ах да, нас ведь когда Запад бьет, отвечать нельзя. А то же ведь они расстроятся, еще въезд в Италию запретят, ребенка из американского университета отчислят, счет на острове Мэн арестуют. А как это все пережить? Вот и приходится сидеть и терпеть. Уже лет 10 ходят разговоры о том, что если это ВАДА и прочие комитеты жульничают по теме допинга, то нужно проводить свои соревнования в новом формате и вытеснять эти старые политизированные. Разговор есть, работы нет. Результат? Наши спортсмены, по всей видимости, будут массово менять гражданство, чтобы поучаствовать в этих соревнованиях. На Комсомольской правде интересная статья. Отстранение России от Олимпиад. Функционеры за, спортсмены против. То есть это подборочка мнений представителей спорта из разных стран. И вот ведь удивительно. Спортсмены против, ну, понятно, потому что их бесит идея допинга. Нечестной борьбы. А чиновники просят быть помягче. Мне кажется, они понимают, функционеры из разных стран, там и из Америки, и из Британии. Они понимают, что могут оказаться следующими в любой момент. У всех рыльцев пушку. Так почему бы это не использовать против них? Ну, а те смельчаки, что пойдут на соревнования под нейтральным флагом, все-таки оставшись россиянами, они, конечно, получат от Кремля щедрое финансирование. А как же иначе? Быть терпилой не удел отдельных слоев общества, а цельная государственная политика. За две недели спортивные власти так и не сформировали свои публичные позиции о спортивной катастрофе, не получив никаких сигналов из Кремля. Пока все сводится к радости, что часть статусных соревнований останутся в России без оценки катастрофических репутационных и коммерческих потерь. В телеграме уже пишут. Как ни странно, главная задача российской власти в свете допингового скандала – соблюдать не только дух, сколько букву международных спортивных норм, согласно которым, напомним, спорт вне политики. Любое выступление на высшем уровне с призывом или требованием бойкотировать, либо, напротив, покаяться и принять мировые спортивные инстанции – это как раз будет то, чего от российского государства ждут организаторы решения ВАДа. Вполне сгодится результат, при котором официальная Россия будет демонстрировать поддержку нашим ребятам, пусть и без флага, и без слова «Россия». Вы понимаете, к чему они призывают? Уже все все решили. Официально ВАДа даже против использования бренда «Олимпийский атлет из России». Название страны не должно быть ни в каком виде, никакой идентификации. В том же Телеграме пошли слухи о полной ликвидации Министерства спорта, которые расформируют и полномочия раскидают по отдельным структурам, как Олимпийские комитеты и Агентства физкультуры и спорта. Но меня, как гравожадного обывателя, интересует персональная ответственность. Как же Мутко, который так успешно ломал наш спорт? Самое время спросить из бессмысленной Голодец. Какие у нас результаты, вице-премьер? Да-да, Голодец курирует у нас спорт. Ведь если все это происки хитроумного Запада, друзья мои, вдумайтесь, если это все Запад, то наши чиновники, они настоящие мученики и ни в чем не виноваты, конечно же. И в этой связи очень интересно мнение наших спортсменов, ставших депутатами и чиновниками. Они ничего не делают ни для нашего ЖКХ, ни для дорог, ни для экологии. Ну хоть бы со спортом разобрались. Вице-президент Федерации гандбола России, бывший тренер женской сборной России Евгений Трифилов так высказался. Меня просто убивает наша беззубость. Мы сами допускаем такие вещи, которые потом нам же и приходится расхлебывать. Мы не подходим профессионально к вопросу допинга. Кто это делал, зачем и почему? Стоит один раз хорошо разобраться и все. Мы в очередной раз сами себя опозорили. И нас опять заставили оправдываться. Значит, у нас такие профессионалы работают. Нужно было сразу проверить ребят, которые когда-либо употребляли допинг или подозревались в нем. Может, это кто-то специально подставляет нас, откуда мы знаем. Но вляпаться так второй раз. Это нужно быть полуидиотами или непрофессионалами высокой квалификации. А специальный представитель Госдумы в международных межпарламентских общественных организациях по вопросам развития спорта, знаменитый Вячеслав Фетисов, сказал так. По чьей-то вине наши чистые спортсмены попали в такую нелепую ситуацию? Конечно, назвать никаких фамилий Фетисов не может. Напишите, друзья, как по-вашему, в чем причина всей этой ситуации? Насколько это происки Запада? Насколько раздолбайство наших чиновников? И высочайшее доверие к этим чиновникам первого лица? Как относитесь к тому, что спортсмены могут сменить гражданство? Или выступать под нейтральным флагом за бюджетный счет? Я убежден, что произошедшее – это лишь один из симптомов нашей государственной системы. Спортсмены, наверное, думали, что они вне политики, и при встрече с радостью жмут руки знакомым чиновникам и депутатам. Вы не занимались политикой? Она занялась вами. А на этом у меня все. Друзья, только вместе мы сила. Подписывайтесь, ставьте лайки, делайте репосты. Ваша активность помогает распространить правду. По возможности поддерживайте она с донатами. Жду ваших комментариев и до встречи уже завтра. Пока!